была история одна женщина говорит я попала в школу кайлас и мы после этого спустя два года с мужем разбились на машине потеряли машину я очень сильно там поранила ногу свою и прошло какое-то время приезжает она потом мне устроила скандал что это за школа вы же обещали что все будут защищены а так я накупила кучу талисманов и кучу оберегов и попала в аварию и вот я ногу себе сломала и так потом проходит время людей не забываю меня особенная память на людей на какие-то ситуации и приезжает ее мужчина она она знала но она не говорила о том что это мужчина у них появилась очень тяжелое заболевание это заболевание связано с тем что у мужчины начала накапливаться жидкость в сердце при этом у него начала у него появилась онкология второй степени и он попросил об аудиенции и я с ним начал а столько написала гадостей про меня даже не представляете извиняюсь я не буду говорить ее имя и фамилию и когда он пришел и я его увидел он не пришел он мне начал набирать она начала набирать мне в телеграм андрей андреевич вот у моего мужа вот такие проблемы у меня у самой проблемы сахарный диабет и так далее то я ее сразу узнал потому что я не слежу за учениками но если нечаянно увидел то запоминаю навсегда я помню как она писала гадости причем и на разных сайтах и фейсбуке и так далее я ее даже удалил у себя из друзей она у меня не в друзьях на мне кстати напомнила именно этим она помнит что написала гадости и пишет андрей андреевич добавьте меня в друзья не знаю каким образом вы меня удалили такая знаю почему я вас удалил дай бог что сейчас не смотрела но если видите то не обижать и вот она мне тогда начала писать везде вот мы купили обереги талисмана я прошла две ступени и попали в такую аварию ногу выкрутила мне и палец поломала там кусочек ногтя удалили и так далее ну вот прошло ну где-то лет четыре с половиной пять лет и ее муж я говорю ну а можно с мужем пообщаться потому что я хочу знать его состояние да можно и с ним общаюсь и говоря помните у вас авария была он говорит да я помню авария была а скажите что было он говорит было так что почему-то что-то произошло говорит отвлекся очень низкое давление было или высокое давление это была осень там была лужа я говорит прямо в упор влетел в большую машину которая шла по встречней полосе и эта машина ударила нашу машину да так нас было в машине три человека еще внучка ударила так что машину мы в дальнейшем не смогли продать причем удар был настолько сильные что машину смяло и перевернула на бок и так далее когда приехали гаишники то не могли их достать думали всех там убила насмерть потому что они после этого поворота еще и врезались в бетонную какую-то там деталь которая на дороге была установлена еще ее снесли и говорит что он мне говорит мы тогда остались живы и это произошло просто чудо то есть когда гаишники приехали они нас выпиливали из этой машины потому что и когда в шоке были все ехали уже домой то моя жена она заметила что у меня немного что у нее там раздула ногу и говорит а в состоянии аффекта и шока ну никто не мог не пооткрывались подушки машина вся была полностью ребенок который с ними ехал ей там ну до 18 лет было она не пострадала он не пострадал и она разбила только ногу ногу никто не переломал и вы хотите сказать после этого что эзотерическая школа кайлас не защищает людей странно и после этого так много писать гадости кстати тогда она покупала много талисманов у меня и потом написала гневные письма и так далее я говорю хотите я вам могу вернуть деньги я и вернул но прошло время я всегда говорю эти слова хоть это и звучит так самонадеянно и очень некрасиво с моей стороны но все равно жизнь же она большая жизнь большая просто многие люди не понимают и должны знать то что я могу сказать сейчас это заключается вот в чем дело в том что у каждого человека независимо ни от чего никто не отменял влияние звезд влияние кармы влияние детей несчастные случаи кучу разных моментов и конечно же одним из таких моментов является то что у вас есть то что может вас поддерживать энергетически это наша эзотерическая школа она энергетически поддерживает своих учеников я уверен что очень часто вот сейчас ученики есть которые служили в армии которые сейчас прошли в зоне боевых действий один из них приезжал ко мне прямо домой и говорит что когда они на такой бросают мины и работают на такой машине говорит когда попадают в нас снаряды и говорит там в с той стороны идет огромное количество людей просто их там истребляют большом количестве говорит это все похоже на какой-то больной сон больных людей и при этом бросают бомбы и говорит два раза попадала и говорит два раза там рядом увечья были а меня там крутило в воздухе я падал и мне от этого ничего не было ну и почему сейчас его демобилизирует демобилизует потому что у него есть проблемы позвоночника как раз связаны с тем что вот был такой уж и и он говорит для меня война закончилась слава богу но я могу вам сказать что всем ребятам которым я по отдавал ваши цифровые коды которые принимали прибежище в эзотеристской школе кайлас все эти люди остались живы видите это же показательно